В эфире программа Вести Хакасия. В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в этом выпуске вы увидите. Отключение горячей воды в Абакане завтра не будет. Из-за похолодания сроки перенесены ровно на неделю. Ремонт после ремонта. На станции Аскиз люди своими силами исправляют то, на что были потрачены федеральные миллионы. Хроника одного дня победы. Чем запомнится жителям Хакасии 68-я годовщина окончания Великой Отечественной войны. В Хакасии похолодало. И в ближайшие майские дни погода теплом не порадует. В республике будет пасмурно и ветрено. По сообщениям синоптиков, в течение недели временами будет идти дождь, в горах даже мокрый снег. При этом в ближайшие четверки-пятницу ожидается усиление северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Что касается температуры, то ночью будет достаточно прохладно. От 0 до плюс 5 градусов. В отдельных районах заморозки до минус 5. Днем воздух будет прогреваться до 9-14 градусов. А в среду и субботу ожидается потепление до плюс 18. Установившаяся прохладная погода стала причиной переноса сроков отключения горячей воды в Абакане. Напомним, гидравлические испытания системы должны были начаться завтра утром. Сегодня в администрации города было принято решение изменить время. Новая дата проверки трубопроводов с 21 по 24 мая. И еще одно неудобство, с которым сталкиваются жильцы абаканских многоэтажек по окончании отопительного сезона – это качество горячего водоснабжения. Горячую воду, которая бежит из крана, трудно назвать горячей. Ее температура не соответствует нормам. В прошлом году власти республики вмешались в ситуацию и обязали теплоснабжающие организации обеспечить людей качественной услугой. Но нынешней весной все повторилось. Тему продолжит Виктор Лушников. Ирина Ларионова живет на втором этаже, но чтобы утром добыть из крана теплую воду, ей приходится ждать как минимум пять минут. До верхних этажей вода добирается еще дольше. У меня стоят специально два-три ведра. Я подставляю, набираю. Вот они у меня даже не убираются. Пенсионерка экономит каждую копейку и поэтому использует слитую воду, чтобы не пропадала зря для санузла. И платит за фактически холодную воду, как за горячую. По ее подсчетам за месяц переплачивает от 50 до 100 рублей. Как только отключают отопление, так у нас вот эта холодная вода, холодная и холодная идет. Вот вообще невыносимо, невыносимо. Пойдешь мыться и вообще застынешь. В последние годы такие проблемы были характерны для всего жилого сектора Абакана, потому что ТЭЦ летом подавала горячую воду в город по тупиковой схеме. И по ночам вода в трубах остывала. Но в этом году ситуация по утверждениям коммунальщиков кардинально изменилась. В настоящее время и Абаканская ТЭЦ, и Абаканские тепловые сети по постановлению городской администрации обеспечили циркуляцию тепловой сети во весь межотопительный период. А вот обеспечить нормальный режим горячего водоснабжения в домах – это все же задача управляющих компаний. С большинством домов проблем не возникает. Там теплотрасса смонтирована по современной схеме. Но в старых многоэтажках, как по улице Пушкина, 126, горячая вода подается по одной трубе и к утру остывает. Управляющие компании «Домсервис» о проблеме этого дома знают. Необходимо смонтировать отдельно обводную линию на горячее водоснабжение в подвальном помещении данного многоквартирного дома. В настоящее время прорабатывается вопрос, сколько это будет стоить. То есть мы сейчас выполняем расчетные работы, после чего собственниками будет решаться вопрос на общем собрании, за счет каких средств будем выполнять данные виды работы. Монтаж ориентировочно обойдется в несколько десятков тысяч рублей. Средства будут взяты со статей «Капитальный ремонт» или содержание жилого дома. То есть заплатят за это опять же жильцы из собственного кармана. И как заверяют в управляющей компании, если средства будут, то ремонт успеют сделать за лето. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. В Устебаканском районе под колесами автомобиля погибла женщина. Трагедия произошла около полуночи 11 мая в двух километрах от Устебакана, в районе промбазы. Пока это ДТП относят к темным. Водитель с места происшествия скрылся. По предварительным данным, женщину сбил автомобиль ВАЗ-2107. Сотрудники полиции обращаются к свидетелям и очевидцам аварии с просьбой позвонить по телефону, который сейчас на экране. Добавим, что личность погибшей женщины установили только сегодня. Родственники провели опознание. Праздники позади. Сегодня началась обычная пятидневная рабочая неделя. Такое количество времени в мае страна, пожалуй, никогда не отдыхала. Да и День Победы, по крайней мере, в Хакасии, так широко никогда не отмечался. В этом году поменялась сама программа торжественных мероприятий. И, кроме того, следить за происходящим можно было в прямом эфире на нашем канале. Подробности в специальном репортаже Ольги Стель. Небольшой дождь не помешал праздничной церемонии. С воздиками в руках к мемориалу воинской славы с самого утра шли сотни жителей Хакасии. Память павших героев, годовщину Великой Победы почтили ветераны и первые лица республики. Возложили к вечному огню венки и цветы. В честь подвига народа-победителя прогремел и оружейный залп. Салют! Празднования продолжились на Первомайской площади, грандиозным для Хакасии парадом Победы. В этом году 9 мая впервые отмечали возле Дома правительства. По инициативе временно исполняющего обязанности главы Хакасии Виктора Зимина для жителей республики организовали большую праздничную программу. Увидеть её могли не только абаканцы, но и вся Хакасия. С площади вели прямую трансляцию. Ветераны и труженики тыла заняли места почётных гостей. Для их удобства на случай непогоды специально оборудовали крытые трибуны. Первыми Хакасию с Днём Победы поздравили власти республики. Дорогие ветераны, уважаемые земляки и гости Хакасии, Поздравляю вас с Днём Великой Победы нашего народа над фашизмом. 9 мая для всех россиян особая священная дата. Непомерно дорогой ценой нашей стране досталась эта долгожданная победа. Парад подхватили артисты театрализованным представлением. Ещё беззаботное детство и школьные выпускные вечера. Июнь 41-го. Фашистская Германия напала на Советский Союз, развязав самую страшную и кровопролитную войну в истории нашего Отечества. В течение первого часа в военкоматах Хакасии уже лежали два десятка заявлений от добровольцев. Всего же из республики на фронт в годы войны ушли практически 70 тысяч человек. Кого-то война застала подростком. В 43-м году нас призвали, 5 января. Но потом два месяца обучались и на фронт. Вернулись домой меньше половины. До сих пор неизвестно точное число погибших. За доблесть и героизм тысячи фронтовиков нашей республики получили ордена и медали. 32 звания Героя Советского Союза. Ещё 15 встретили победу полными кавалерами Ордена Славы. Подвиг героев почтили минуты молчания. Развязка в войне и день, когда новость о победе стала реальностью. Фронтовики запомнили на всю жизнь. Как объявили конец войны, тут и гармошка нашлась, тут и, как говорится, и танцы, как говорится, и радость идёт. Война закончилась у меня в Альпах. Мы не знали. Что-то выходим, надо же к своим выходить. Выходим. Вдруг нас окружили. Что не было никогда, мы не позволяли такую роскошь никому. Вот. Положительное оружие. Но, видишь, так рулят наши ребята, наши солдаты. Торжественным маршем по площади прошли военнослужащие Абаканского гарнизона и силовые структуры Хакасии. Около 400 человек. С военной выправкой пошагали и кадеты из Саиногорска. Праздничный митинг прошёл без сбоев. За порядком в День Победы следили наряды полиции. Более полутысячи сотрудников дежурили в этот день на улицах города. В одном строю по главной улице Абакана прошагал бессмертный полк. Тысячи жителей города с портретами своих родителей, бабушек и дедушек, участников Великой Отечественной войны, прошли через всю столицу Хакасии. Молча, чеканя шаг, под звуки оркестра к бессмертному полку присоединялись всё больше и больше солдат, героев военных сороковых. Встать в бессмертный строй и пронести фотографии, а вместе с ними боль от потери и гордость. За отвагу и героизм близких людей. В прошлом году эту идею предложил город Томск. В этом мае бессмертные полки прошагали по многим городам России. Для самих участников это дань памяти тем, кто встал на защиту страны в трудное время. Это мой дедушка Кирилл Николай Андреевич. Он умер, когда я только родилась. Он служил на Белом русском фронте. Я, хоть я его не видела, но я его очень люблю и буду помнить. Когда я шла, мне казалось, что он рядом со мной. И я думаю, он был гордился. День победы в Хакасии отмечали вплоть до позднего вечера. В память о погибших у вечного огня зажгли свечи. В виде звёзд их выложили на аллеях у мемориала славы. Над городом прогремел праздничный фейерверк. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. На 83-м году жизни скончался известный в республике журналист, член Союза журналистов СССР и России Леонид Трофимович Инкижеков. В телекомпании Хакасия он прошёл большой творческий путь. От корреспондента до главного редактора национального вещания. Воспитал плеяду молодых телевизионных журналистов. Уйдя на заслуженный отдых, он был частым гостем в родном коллективе. Как журналист продолжал писать рецензии на постановки национального театра, подготовил несколько книг об истории республиканского театра и лучших актёров Хакасии. В 1994 году Леониду Инкижекову было присвоено почётное звание заслуженного работника культуры Республики Хакасия. Он награждён медалями «Ветеран труда» и «Ветеран трудового фронта» в Великой Отечественной войне. Знаком «Отличник телевидения и радио». Коллектив государственной телерадиокомпании Хакасия выражает соболезнования родными и близким. Прощание с Леонидом Инкижековым состоится в среду, 15 мая, с 11 до 12 часов в ритуальном зале по адресу город Абакан, улица Кожевенная, 28. Очередной российский парадокс. Отремонтированные дома на станции «Эскиз» выглядят значительно хуже, чем до ремонта. Сегодня внешний вид зданий – жалкое зрелище, а ведь на это потрачены миллионы бюджетных рублей. Однако в суде жильцы проиграли подрядные организации и сегодня сами ремонтируют дома. Из «Эскизского района» Алексей Гончаренко и Дмитрий Парахин. Отремонтированные в посёлке станции «Эскиз» дома можно узнать даже издали и по новым кровлям, и по внешнему виду в целом. Будто подвергшиеся набегу вандалов фасады зданий на самом деле разрушены под воздействием всего лишь ветра и дождя. Капитального ремонта хватило на один только год, а подрядчики уверяли, что современный отделочный материал безупречен, прослужит долго и в подтверждение предоставили сертификат, из-за которого обратившиеся в арбитражный суд собственники жилья и проиграли процесс. На суде нам сказали, что по документам всё хорошо и всё нормально, и что вот этот вот именно СМЛ, он видите, как вот здесь всё так описано, что он, значит, имеет твёрдость, имеет, значит, прочность, твёрдость, благоустойчив он написан вот здесь вот. Буквально вот мы из-за этих нескольких слов суд проиграли. Собственники жилья в недоумении, что сертификат стал более весомым доказательством, а не фотографии, приложенные к делу пострадавшей стороной. Суд потребовал документального подтверждения, что на отделку использовался стройматериал, не соответствующий техническим характеристикам сертификата. И нам рекомендовали, в общем, сделать экспертизу независимую, но это было очень дорого, за два дома где-то около 80 тысяч. У нас таких денег не было. Под реконструкцию по федеральной программе на станции «Аскиз» попали 12 домов. Десятки миллионов рублей потрачены впустую. Члены ТСЖ сомневаются, что все средства ушли по назначению. И говорят, что они такую работу фирмы «Симантстрой» отказывались принимать ещё на стадии ремонта. А курировавшие подрядчиков жилинспекции и поселковая власть под приёмкой подписались. Теперь с подрядной организацией похоже, что взятки гладки. Гарантийный срок прошёл уже по подрядным работам. Согласно контракту будем отделать тех средств со средств своего бюджета. Это будет всё убираться, будем это профлистом обшивать. Не дожидаясь очередного бюджетного ремонта, жители постепенно сами отделывают дома. Говорят, стыдно за такой их слишком неэстетичный вид. Марина Суденкова одна из первых потратилась на стройматериалы и услуги рабочих. Денег хватило пока только на половину одной торцевой стороны дома. Потому что ничего же решаться, проблемы другим способом не будет. Никто нам ничего другого не сделает, если мы с вами, наверное, не сделаем. Алексей Гончаренко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Ансамбль «Ульгер» Хакасской республиканской филармонии вернулся из Швейцарии. Впервые наш коллектив записал за рубежом сразу три диска. И впервые по приглашению частного лица Урса Альберто Уэсли. Швейцарский продюсер и этномузыкант увидел «Ульгер» в прошлом году в Лондоне во время фестиваля «Русская масленица» и решил, что сотрудничество будет интересным. Результат действительно впечатляет. За шесть дней удалось записать два альбома ансамблевой музыки и один с хакасским эпосом, старинными молитвами и песнями плачами. Напомним, до этого момента «Ульгер» за 14 лет существования записал всего один диск в Москве. Так что новый проект, в ходе которого диски будут распространяться по всему миру, открывает широкие перспективы. Это очень важно для европейцев. Поэтому уже немножко и доверие будет другое, и отношения будут другое. Я думаю, что это очень положительно. И отразится на самом ансамбле, и на имиджах ансамбля, и на перспективах. В Аршаново в минувшие выходные собрались самые юные борцы. Младшему участнику открытого первенства Алтайского района по вольной борьбе не исполнилось и 10 лет. Оказалось, даже столь юный возраст борьбе не помеха. В этом убедился Константин Кравцов. В Аршаново съехались делегаты со всех районов республики. Более ста человек. Для многих ребят это первое крупное соревнование. Недолгое приветствие, и судья дает отмашку. В страсти кипят и в зале, и на ковре. Дети переживают схватку гораздо эмоциональнее старших. Но а на вопрос, не жалко ли променять компьютерные игры и мультфильмы на упорные тренировки, для любого мальчишки здесь ответ очевиден. Конечно, нет. Чтоб слабым не быть, чтоб не обижали. Ну, лесеным быть. Несмотря на возраст, есть ребята, которые уже имеют престижные награды. А главный судья, известный далеко за пределами Хакасии спортсмен, Леонид Чучунов, уверен, воспитывать чемпионов нужно именно с такого возраста. И Хакасии есть к чему стремиться. Вот в этом поколении, именно подрастающие, очень мало народу занимается по республике. Я имею в виду именно массовость. Потому что, почему мало занимается? Потому что по этим возрастам у нас соревнований практически нет. Турнир имени Семена Уксекова, призера чемпионатов мира и России, проходит в Аршаново третий год подряд. Знаменитый чемпион начинал карьеру именно здесь. А сейчас тренирует сборную Новосибирской области. Тем не менее, Семен считает, именно эти мальчишки в скором будущем напишут историю Хакасской борьбы. Начало 90-х годов. И все, вот тогда борцы были. А потом вот это время заглохло, не было борьбы. Только один, два, три человека появлялись и все. А вот сейчас началась работа. Хозяева ковра сегодня стали победителями. Команда заработала 13 медалей. К слову, единственным спонсором первенства Варшанова. Выступил угольный разрез с одноименным названием. Денег хватило и на кубки, и на обеды для юных спортсменов. В любом случае, организаторы надеются. По этому примеру, желающих поддержать ребятишек, в следующем году откликнется больше. Константин Кравцов, Антон Новожилов. Вести. Хакасия. Таковы главные новости дня. Напомню, телефон редакции Вести. Хакасия. 22-72-82. Звоните, и ваши новости могут стать темой для наших репортажей. Хорошего настроения. До свидания.